Макрон, я не знаю, кто тебе преподавал историю религии и религиеведения, но твоё представление о том, чем должна заниматься религия, не имеет ничего общего с реалием! Жалкий, ничтарный, мелкий сатанист! Друзья, всем привет из аэропорта Брюсселя. Хочу сказать вам, что Россия опустила в ход свою последнюю, наверное, козырную карту русскую православную церковь. Начинает активно качать религиозную тематику. Рупор и Кремля получили соответствующую новую методичку. Но и не только дело в пропаганде. Они активно собираются использовать РПЦ во всех направлениях. Сейчас я об этом расскажу вам подробно. И мне очень важно, чтобы вы сейчас поставили лайк этому видео и прокомментировали. Потому что и не только. Мне очень важно распространить это видео, чтобы все понимали роль, которую играет РПЦ, и её предстоятели, которые на самом деле генералы ФСБ, как они прикрываются и что они делают. К христианству это не имеет никакого отношения. И очень важно их включать в санкционные списки и просто открывать глаза на их то, что они делают. Потому что РПЦ – это огромная структура, в том числе с большой сетью за рубежом приходов. И поэтому это очень важно. Поэтому киньте ссылку на это видео в Фейсбуке, в группах своим друзьям. Помогите мне. И так Россия запустила религиозную тему активно. Началось все с того, что такое… Ну, они и раньше использовали, но сейчас расскажу. Началось с того, что такой представитель Совбеза России Павлов заявил, что цель России в Украине – это уже, друзья, десатенизация Украины. Можете себе представить? Ну, то есть десатенизация, ну, полностью безумие. То есть уже денацификация и демилитаризация – это уже не актуально? Нет, уже сатана, то есть целая тут. И, в общем, десатенизация Украины. Что такое этот Павлов? Помощник Медведева. Интересно, да? На этом не закончилось, друзья. И дальше вышел, наверное, главный, святой Дон-Дон Кадыров. Ну, наверное, это вообще главный друг РПЦ, я так смотрю. В общем, Дон-Дон вышел и говорит, сатаной воюем. Друзья, все, вперед, бороться с сатаной – очень, очень, очень важно. Ну, его настроение понятно. Тут Украина признала уже независимость Ичкерии и оккупировалась. То, что Ичкерия оккупирована Россией. Тут его базу бомбят. Я напомню, я была автором посевления независимости Ичкерии. Тут его базу в Херсоне уничтожают. И гибнет 40 его тикток-воинов. Ему надо новые кастинги, новых тиктокеров искать. Плюс в Чечне люди недовольные. А тут еще, значит, что-то же надо людям говорить. Ну, вот он нашел. Говорит сатана. Вот с сатаной он борется. В общем, это, конечно, цирк. Посмотрите на это. Сегодня верующий человек, любящий, Дон. Себя уважающий, первую очередь, даже себя, Дон. Он не будет сидеть дома. Он сам найдет себе автомат. Он сам найдет себе все, что необходимо, и пойдет воевать против этих нечистей, против этого сатаного. Я скажу вам, что и раньше Россия активно тему религиозную качала. Ну, как-то вот так вот сейчас они явно получили новую методичку. Раньше, чему я говорю раньше? Бесогон Никита Михалков. Качал, качал. Соловьев, великий праведник Соловьев. Тот вообще всех называет, кто, значит, ему не нравится сатанистами. Да и включая граждан Российской Федерации. И Макрон у него сатанист, он об этом орал. И все у него вокруг сатанисты. Корчевников. Это такой, значит, когда-то играл в кадетах, артист. А теперь, значит, он православный. Телеканал Спас возглавляет. И вот он тоже активно, значит, религиозной темой занимался. Но сейчас они это все просто концентрировали. Послушай. Вот что сказал Макрон. Мы знаем, что православные элиты манипулируют российской властью, чтобы оправдать свою политику господства. Роль религии стоит в том, чтобы защищать достоинства и всеобщее уважение. Мы решили ввести санкции против России и помочь украинцам не участвовали они. Значит, слушай ты, Макрон, я не знаю, где я тебя учился. Как ты пошутил, я не знаю, где учились твои юристы. Я тебе скажу так, Макрон, я не знаю, кто тебе преподавал историю религии и религиеведения. Но твоё представление о том, чем должна заниматься религия, не имеет ничего общего с реалием. Жалкий, ничтурный, мелкий сатанист. Плыве и кача, девки короводят. Встали демони в хороне. Демонов, ведьм, экстрасенсов. Вот эту всю чуху хэллоуиновскую. Похоронят. На каждого найдётся Азов-Сталь. Всё. Россия больше не сосредотачивается. Россия уже сердится. Они свой конец найдут. Ты показал, ну, понимаешь, ну, это как бы уже такая агония и очередное саморазоблачение. С нами вышла воевать, вышел воевать сатана. Это его последний, может быть, решительный бой против огромной православной цивилизации. Друзья, ну не только в пропаганде они это используют. Тут и, собственно, выпустили генерала ФСБ Гундяева. Он же его агентурная кличка Патриарх Кирилл. Значит, тот активно пошёл вместе со всей своей агентурной сетью в работу. Ну, во-первых, там рядовые. Расскажу, это уникальная история. Значит, предстоятель храма святой Варвары при командовании ракетных войск стратегического назначения, значит, такой, ну, якобы священник Васильев, он прямо в эфире сказал, что говорит, он сравнил побег от мобилизации с абортом, а женщинам сказал, нужно просто больше рожать, чтобы не так жалко было отправлять детей на бойню. Ну, вот такой вот от настоящего христианского священника вот такой совет. Уникально. Знаете, в чём, что интересно? Святая Варвара, её мощи хранятся в Киеве, во Владимирском соборе, в Православной Церкви Украины. Причём, это речь идёт о столетиях ещё до Батыя. Можете себе представить, они были в Киеве. И вот этот вот, да, ну, в общем, человек говорит. А во-вторых, история самой святой Варвары. Она стала святой, ну, легенда гласит, это была молодая девушка, которая стала христианкой. Из-за этого её отец-язычник её убил лично, отец. Из-за этого она стала мученицей Варварой. Ну, и можете себе представить, если он говорит, что отправляете своих детей на бойню, а вы просто больше рожаете, эти бабы ещё нарожают. Знакомая моей семьи продала практически всё, что у неё есть, и отправила своего ребёнка на Канарские острова. Потому что она очень за него переживает, за своего ребёнка. И объяснить ей вот это всё не представлялось возможным. Потому что она говорит, это всё, что у меня есть. Я готова отдать всё, лишь бы мой ребёнок был там, вдали от этой непонятной для меня ситуации. Вот вы матерей ведь понимаете? Понимаете их сердце в этот момент? Ну, я понимаю прекрасно, что каждой даме от природы Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. Если дама, исполняя эту заповедь Божию «плодитесь и размножайтесь», отказалась от, соответственно, искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребёночек у неё будет не один, а больше, в большинстве случаев. А значит, ей не так больно и страшно будет, соответственно, с ним расставаться, пусть даже на время. Не так страшен чёрт, как его молюют. Бог не выдаст, свинья не съест. Ну вот, ну это, значит, такое уже прямое, говорит Кирилл, тот чуть-чуть ещё, значит, прикрываясь, но говорит, что война идёт с мировым глобализмом, а мировой глобализм – это как мировой антихрист просто. Ну вот так вот. Ну и фактически он уже называет Путина мессией. Ну он ещё постеснялся прямо сказать. Но говорит, ведёт он воинство, вот Путин, сражение, значит, с мировым глобализмом. Ну полное безумие, послушайте. Можно сказать, что глобализм является проектом мирового всеединства, но без учёта подлинного замысла Творца о человеке. А с точки зрения христианской эсхатологии мы знаем, что означает глобальный универсализм. И мы знаем, что без этого глобального универсализма не появится некто, кто будет претендовать на глобальную власть, и с именем которого будет связан конец света. Друзья, ну и на этом они не успокаиваются. В Норвегии появилась информация, что РПЦ скупает недвижимость возле военных баз НАТО. Опа! Для чего? Чтобы там осветить что-то или чтобы что? Ну в общем, вы представляете, что это за структура и как в открытую, значит, Путин пустил её в вход. Конечно, нужно понимать, что вот так пустить религию и как бы церковь вот настолько в открытую запустить в работу. Это он уже хватается за последнюю соломинку. Вот такую вот религиозную соломинку для того, чтобы, ну, хоть как-то изменить ситуацию. А ситуация для него аховая. Ну и хочу вам сказать, что не помогут ему ни генерал ФСБ Гундяев, ни вот эти вот какие-то полковники ФСБ Васильевы, которые вот это вот несут, чтобы обычно нарожают. И вся вот эта десатенизация не произойдёт. Главный сатана в мире – это сам Владимир Путин. И вот десатенизация мира обязательно скоро произойдёт. Друзья, держим строй. Да, кстати, всё это безумие вы можете увидеть на моём телеграм-канале. Не всё я могу выкладывать в Ютьюбе, а вот там много такого, ну, что пропустить совсем нельзя. Не забывайте подписаться.